Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, вы на канале Мотохайкер. Сегодня у нас будет немножко такое философское видео на тему легкоходства. Кстати, сегодня я получил наконец-таки свою новую подушечку от Seatu Summit. Это вот такая вот подушка, очень компактная, очень удобная. Я на ней сегодня буду спать на кровати, попробую, протестирую. Ну и потом, если вам интересно будет, я вам расскажу, каковы ощущения. Ладно, подушка это отдельная тема, отдельный видос. Поговорить с вами вот о чем хочу. Многие вот считают, что вот это мое стремление легкоходства, вообще в целом легкоходство это адски дорого. Я с этим немножечко не согласен. Ну вот, давайте просто сейчас порассуждаем, пофилософствуем. Допустим, купили вы мотоцикл. Ну, новый или не новый. И вот вы решили путешествовать, вы хотите куда-то поехать. Что вы делаете? Вы, естественно, смотрите, как все вроде как нормальные люди смотрите и ищите себе подходящие кофры. Потому что путешествовать нужно исключительно с кофрами. Правильно, да? Поэтому вы ищите какие-нибудь хорошие кофры. Ну, допустим, стоят эти ваши кофры, плюс, ну, вместе с креплениями будут, ну, где-то порядка четырех сотен евро. Ну, или долларов. Кому как удобнее. Ну, нормальные кофры, они стоят дорого. Тем более, если есть это какой-нибудь там BMW или там Африка, еще какая-нибудь. В общем, да. Вы купили кофры, допустим, за 400 евро. Соответственно, вы говорите, ну, я что, лох что ли, брать какой-то ультралегкий там спальный мешок. Я возьму обычный синтетический на Алиэкспрессе за полтинник. Хорошо. Вы заказываете огромного размера синтетический спальник. Ну, у вас же место есть в кофрах, да? Можете себе это позволить. В принципе, да, не осуждаю. Также, такой же подход у вас идет к палатке. Ну, палатку, что мне место экономить? У меня же кофры, да? И что, я дурак, что ли, переплачивать за какую-то там легкоходную хрень? Блядь, я возьму какую-нибудь дешевую там. Пусть она будет там немножко потяжелее. У меня возможность есть. Я беру и отдаете, скажем, там не 150 евро за палатку отдаете, отдаете там, ну, тоже округлим. Полтинник. Итого, спальник, полтинник. Полтинник плюс у вас получается палатка. То же самое с ковриком. Вот на меня, да, смотрите. Смотрите, если я взял коврик за 200 евро. 200 там с чем-то. Он ультралегкий, весит всего 250 грамм. То есть, занимает вообще минимум объема. Да, то есть, ну, я такой выбор сделал. Другой вот тру, путешественник с кофрами. Он скажет, ну, нахера я буду херню городить и покупать коврик за 200 евро? Я лучше возьму либо обычный большой гаремат. Ну, пенка, да. Либо возьму какой-нибудь на Алиэкспрессе. Нейчерл Хайковский, допустим, надувной коврик. Да, он не 250 грамм, там, чуть побольше. Но у меня кофры, я могу себе позволить. Хер с ним, давайте. Тоже, тоже 50 евро. Итого, вы потратили на свою громоздкую, огромную, тяжелую снарягу, да, 150 евро. Между тем, я потратил на этот же базовый пакет, скажем, 200 евро. Я буду сейчас округлять, 200 евро коврик, 300 евро это спальник и 150, 150 получается у меня, что там, что осталось-то? Палатка, грубо говоря, да? Что получается? 650 евро отдал я за свою снарягу. Вы отдали, ну, вы это сейчас абстрактный зритель, так скажем, среднестатистически, кто любит с кофрами ездить. Отдали 150, вы же не лох, правильно, отдавать, ну, за какой-то коврик, там, непонятные, такие бабки. Да, но вы купили кофры за 400, то есть, ваши 150 плюс 400, ну, хер с ним, получается, там, 550, да? В принципе, то на то и вышло, но вы себе приобрели громоздкие вещи, тяжелые вещи, как, ну, я не знаю, это, опять же, на любителей. Я не осуждаю этот подход, ребята, он имеет место, место, право быть, особенно если те, кто уже купил мотоцикл, а на нем уже были кофры. Кто вот дополнительно не тратился на покупку этих кофров, да, тогда, может быть, имеет смысл, как бы, ну, место же есть, могу себе позволить, зачем переплачивать. Абсолютно согласен и никого ни в коем случае не осуждаю. Но, я сейчас говорю про тех людей, которые покупают мотоцикл, а потом оборудовывают кофр, кофрами, чтобы класть туда вот эти громоздкие непонятные вещи, которые, в принципе, со всем своим объемом займут полностью все эти кофры. Вопрос, а нужны ли они кофры? Может быть, все-таки лучше немножко инвестировать и собрать снарягу легкохудную, и ее потом можно использовать многократно? А, ребята, еще такой нюанс, это вообще у меня просто в голове не укладывается. Я просто, ну, так как темой этой увлекся, пересмотрел на ютубе множество роликов на тему мотопутешествия, и меня вот что поражает, люди все такие в труэкипе, прям вот туринговом, там кофры, там у них все палатки, там все дела, там стулья, столы с собой возят, да. И как они едут? От отеля к отелю. То есть только смотришь в ролике, вот они переночевали в отеле, прохватили целый день, там максимум надо было проехать там 2000 или сколько, сколько потом заехали в отель, переночевали, понимаете, да, что вы покупаете кофр, вы покупаете дешевую снарягу, вы уже вышли на ту же самую стоимость товаров, ну, как и я, да, плюс вы еще тратите на отели, плюс вы еще тратите на ресторан, там в отеле пожрать что-то, или где-то на заправке что-то купить, то есть получается вот это с одной стороны, да, я не лох покупать всякие там ультралегкие палатки и куврики за 200 евро, но я буду ночевать в отеле, переплачивать за еду, тут вот, знаете, возникают такие вот смутные сомнения, кто из нас лох в этом случае, да, поэтому вот как-то так, ребята. Ладно, ребят, все, всем спасибо за внимание, надеюсь, вам понравился ролик, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, ну, а с вами был я, увидимся, до новых встреч!